Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик и с вами Евгений Филимонов. Мы начинаем обзор позиций на нашем сайте, в нашем интернет-магазине питомника Хвойный дворик. И начнем мы сегодня с туи колоновидной коломны. На данный момент идет прием предварительных заказов, как вы можете видеть, зайдя на наш сайт, уже вовсю идет заказы. Так, туи колонны, давайте вернемся к туи колонне, это четырехлетка у нас, позиция довольно популярная, у нас ее много, растет она хорошо, пригодна на изгороди, в одиночных посадках неплохо смотрится. Сейчас же я вам покажу большую, какая она будет выглядеть. Ну, по сантиметрам, вот уже она, почти 40 сантиметров, это средний саженец, здесь можно видеть, конечно, что до 50 сантиметров. Туя очень хорошая, ну вот такие саженцы обычно мы отправляем, четырехлетние. Цена стоит на сайте, цена будет больше, однозначно, с 15 сентября. Поэтому пока что есть возможность, заказывайте. Теперь к туи колонне. Туя колонна, это самый неприхотливый такой для меня вариант для одиночных посадок, для изгородей. Ну, для изгородей я бы не рекомендовал, потому что для изгородей есть всякие разные, множество материала можно найти. Там и восточная пойдет для изгородей, брабант, а это растет ровненько, красиво, то есть вот эти вот саженцы, вот видите, какие прекрасные саженцы, они уйдут, это чуть побольше, вот они будут расти и прирост их годовой составляет 30-40 сантиметров, если ее не трогать, если пересаживать, конечно же, первый год она даст немного, а так в принципе она растет очень прекрасно, но у нас ее в районе 4000, может где-то больше, поэтому заходите на сайт заказывать, а сейчас я вам покажу, пойдемте, какая она бывает чуть побольше, ну такая туя примерно она будет через лет пять, растет она быстро, набитая, сейчас здесь на ней шишек много, это первый год просто шишки и это хорошо нам собирать не надо будет, у нас вся туя почти в шишках, а так она не дает шишек, а если ее еще и постригать, как я вот на примере вот этой, например, делаю, но прекрасно смотрится в одиночных посадках, постригайте ей, кстати, я ее постригал один раз, ее еще постыть в этом году, выровнять полностью все, и вообще прекрасная туя будет, по поводу неоплаченных заказов, хочу сказать, четырехлетка ель, к примеру, уже довольно таки ее всю разобрали, поэтому неоплаченные заказы, кто заказывал четырехлетку, извините, уже они пошли в заказы отложенные, ну вот вы видите, можете видеть, как у меня стоят, вот и метров шесть, наверное, но я их буду обрезать однозначно в этом году, потому что проводам мешают уже, вообще она хорошая, высоко растет, ну красивая, даже была развалена, уже вся сама собралась, но ветки эти я не хочу обрезать, там, которые торчат, там чуть-чуть от проводов отрезал, так я буду обрезать ее полностью, туя очень неприхотливая, выдерживает, это туя западная, она вся выдерживает до 40 до 45 градусов мороза, не проблема, главное, чтобы она прижилась у вас вовремя и все было хорошо, еще хочу сказать по этим саженцам, у нас на сайте стоит рост ее где-то 15-25 сантиметров, здесь она уже до 40, ей еще расти два месяца, так что ребята заказывайте, не пожалеете, это действительно, я не в целях большой рекламы, кто хочет на весну, на весну заказывайте, у нас ее пока что много, туя прекрасно, прекрасно растет, и вы, когда она у вас вырастет, вы не пожалеете о том, что взяли, она перед двором у меня растет, где только не растет, она очень красиво смотрится, ее не надо там даже сильно-то ей постригать, если так, где-то ветка отошла в сторону, подстригли, и все, а так саженцы очень хорошие, вот можно видеть, еще раз померяем, что вы на сайте 15-25, но вот здесь вот почти 40 сантиметров, ну вот можно видеть, 35, но она будет, к октябрю, к сентябрю месяцу, она будет, ей еще расти полтора месяца, так что, конечно, решать, думать вам, но туя колонна, это для меня самый подходящий вариант, для того, чтобы огородиться от чего-нибудь, она не боится ветра, она вообще неприхотлива, насчет, только поливай, полив, 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 ну, в принципе, как и у всех наших растений, только полив, полив даете, будет расти, не даете, не будет расти, и никакие там грунт у нас, какой здесь грунт, здесь обычный чернозем, растет в обычном черноземе, вот видите, это единственный, единственный вот этот вот клочок у нас тут осталось раз-два-три, три грядки было, которые еще не переехали на новое место жительства, как бы на питомник, где мы находимся, сейчас, куда мы переехали, это еще пока что здесь, а так будем переносить все, это все перенесется, и на следующий год будем, как бы, продавать ее уже оттуда, но она соответственно будет уже пятилетка, соответственно будет больше, соответственно будет лучше, и соответственно будет дороже, ну, по обзору все, уважаемые друзья, всего доброго, до свидания, удачи вам, всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok